Всем привет, с вами Влад Вулкан. Мы продолжаем исследовать Висконсин карту Black Badger Lake. Между серией я доехал до очередного моста, на который нужно аж целых шесть металлических балок. Это 12 на секундочку места в трейлере. Игра у нас продолжается в коопе, это поснималось в тот же день, потому что я разбил на два видео, возможно и три, возможно и больше, но, в общем, мне будет помощь нужна друга, потому что один я такое количество балок не повезу. Каркасов вполне достаточно на карте, из которых этот мост собирается, но, в общем-то, все равно до хрена. Поэтому продолжаем исследовать карту, насколько это получится. Тут у нас какой-то завод или фабрику, но никуда особо не нужно. Поеедем дальше. Видимо, это и есть абумажная фабрика, которую нужно будет делать. А может быть и не. Честно говоря, я не помню. Ну, в общем-то, да. Я, пожалуй, вырежу этот момент, потому что, кажется, у меня так и не получится. Верисово продолжаем. Я пересел в НЗ-72, он же Эмир. Это мой разведчик, кто не смотрел первую серию, смотрите. Ссылка на мой будет в описании. Собственно, мы едем исследовать карту дальше. Я не буду поднимать его от Стар. На заканцов можно эвакуироваться. Но он был мне нужен только для того, чтобы сдать прицеп запчастания. Сейчас, в принципе, я буду продолжать разведку молодого скаута. Хотя он не является техническим скаутом, а является формальным вездеходом. Но он довольно юркий, поэтому нужно использовать его как скаут. Итак, едем. Что, дождь? Опять среди основного неба. Очень неприятная здесь дорога. Пишите в комментариях, может быть мне стоит все-таки наушники надевать во время записи голоса, потому что получается, что у меня микрофон записывает параллельно играющиеся в динамиках видео. У меня ломкость получается в 2 раза больше. Если у меня нормально слышно, я буду продолжать так делать. Если громкость игры загружает меня, то я буду записывать в наушники. Ну, поезд из меня такой себе. Валим бут, мы все вот это вот. Недолго, правда. Едем, брат, задание. Валим бут. 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 Ну, не сейчас, а когда в бой придет момент без комментариев. Так, тут нужно выставить прицеп с бревнами. Куда-то там. Далеко. Ну, не так далеко. И вроде бы совсем по асфальту, но там есть один момент. В общем-то, возможно, мне действительно следует выключать микрофон. На момент, когда ничего не происходит, чтобы комментировать. Ну, тогда игра будет тише. Давайте проверим. Цепляем прицеп. Как раз в Грозовиково это прицеп, это машина своих может, в отличие от Скаутских. Прямо далеко не увезет, но об этом в свою очередь. На самом деле, тыкать туда-сюда микрофон не прикольно. Лучше буду сесть с включенным микрофоном и наговорить на время необходимости. Все пожелания приветствую секунду. Скорость упала, потому что мы тащим натяженный процесс средних бревен. Наконец-то я дошел до региона, в котором средние бревна, это не просто добавленные потом с одним часом контракты по доставке к самой сложной и жопной местам, а просто реально встроенные сюжетные ГМП, вот даже в заданиях. Это первый случай, когда я вижу контракт по бревнам, не контрактам, а именно заданиям. В общем-то, мы въехали в очень сложную местность, и тут, естественно, мы далеко никуда не уедем. Я, пожалуй, или выдержу, или ускорю этот момент, потому что машина, ну, пока едет, но в целом уже не едет. И, в общем-то, тут вообще почти ничего не едет. Но это вы увидите позже. А пока что тщетные выпуски за что-либо зацепиться, но в целом я, пожалуй, ускорю это все-таки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И, в общем-то, мы выбрались. Я решил бросить этот прицеп там, потому что эта машина, ну, по большей части, скаута, а не какой-то, реально, техочек прицепов. Поэтому мы сейчас едем брать задания. Ну, в общем-то, использовать его для скаутской работы, для которой он у меня подназначен. У него, конечно, есть у этого розовичка двухочковая платформа, но я не думаю, что она здесь нужна. Два очка может возить очень большое количество машин, и есть машины, которые куда более подходят для этого, чем от скаута. Поэтому поехали. Ну, собственно, да, я перевернулся, поэтому на какой-то рост я решил ехать с выражением. Так, действительно, будет короче и быстрее, чем поднимать машину. А, ну, еще я упал еще раз, да? Все-таки я уже говорил, у него, ну, в общем-то, поворачивающиеся задние колеса, поэтому на нем, в общем-то, очень довольно сложно управлять на больших скоростях. Как я бы повторять в каждом видео, перевороты в этой игре это вопрос лишь временем. Дымит он, конечно, изрядно. Ну, а мы летим, убирать задания. Дымит он, конечно. Очень опасное место. Видим, аккуратно, чтобы не спалиться в очередной раз. Мой друг, кстати, зачем ты решил показаться местным скаутом, он вернулся прямо с самого верха. С ним все в порядке, машина застряла, вытащу ее, пожалуйста. Собственно, да, это действительно интернежная скаута, он валяется внизу. Подъезжаем задом, вытаскиваем эту машину. Повторяем весьма непросто. Давай сперемся. Так, сдаем чуть-чуть назад. Стоп. Вот так вот теперь должен дотянуться. Вот, вот, вот. Да, ну, почти. Теперь надо его перевернуть, а потом зацепить за морду и выкатить. Если заведется. Если не заведется, поможем. У нас с собой есть ремонт. Да не за низ. За верху не зацепить. Вот теперь... Опа. Тянем, потянем. Ну, колеса. А теперь... А теперь пропали тачки с морды. Ну, как бы, вообще, все равно, можно зацепить его из-за бок и хайкатиться. Мне же не сказали, в каком состоянии его доставить. А, он сам повернул. Это вообще какое-то чудо. Я ничего сейчас не нажимаю. Он просто взял и повернулся. Ну, прекрасно. Заводим его. Непреждение оплетки. Непреждение оплетки. Непреждение оплетки. Какой красивый закат. Такое розовое небо. Мы приехали. Мы будем ставить на крышу это выражение еще четыре колеса Для таких случаев держи награду Я, честно говоря, не понял, что они имеют в виду Поэтому я решил полезть в английские субтитры Но оказалось, что они всего лишь действительно имели В прямом смысле присобачить колеса на крыше этой машины Чтобы если она падала на крыше, то она могла ехать на крыше Да, со скалотом это актуально, но он действительно очень легко переворачивается Так, ну, в общем-то, камера сходит с ума, а мы едем дальше С камерой иногда такое бывает Я посмотрю по карте и решу, что делать Но, скорее всего, пришли выключаться Поблизости не осталось других задач Можно, конечно, поехать там, по мостику Там, возможно, какой-то ангрейд лежит Я не знаю, зачем сделал мостик в ту сторону Но мне, если честно, туда не хочется Выключаемся А Что я смотрел на английском? А, мне не стало непонятно Это вот название этих заданий Возрождая утраченное, возвращая потерянное Но там действительно рекабрирует свойств и что-то там Ретернинг и так далее Ну, короче, реально такие названия Ну, уж простите, моя любовь к языкам Иногда разница серьезная в переводе и в оригинале Да, я решил поймать в гараж И ехать оттуда Так будет гораздо быстрее А, что, не хард-режим Можно попробовать У меня есть еще прохождение в хард-режиме, но я не выкладывал его на ютуб Только не вижу смысла Я там только недавно закончил Таймыр А Аляска начала, но я даже не понял Оп-оп-оп-оп Держим-держим Тяжело С этой задней подруливающей осень Нифига себе принятие урона Ну, у меня, конечно Непарыша есть ремонт Так, тут очень жесткое место Тут стрют всем уж Я неоднократно видел это у других стримеров Ну, стримеров У меня такой себе стример На ютубе, короче Уэцплэч Людей, которые это все место проходили И тут, например, реально Ну, ему Не сильно комфортно написать в этих шагах Но, в целом Тут прямо Не узкая верность Еще и течение Там слева место легенератора Самый легенератор, собственно Ну, я бы тебе плохо читал Объяснение Но, в искусственном Это первая регион Делый пристроен генератор И, собственно, генерация грузов Затоплива Из-за электричества Тут дальше затопленная деревня И я не совсем понимаю По какому пути ехать Направо или прямо А также в болоте есть Все присмотреться Шевроле Кодиак Я решил съездить к нему И попробовать его вытащить Я отметил вчера Неведомую точку Но, в целом Тут мы доберемся Современно Я сейчас реально Хочется навестить Кодиак Почему-то в этой игре Кодиак всегда встречается Вон он слева Это уже третий раз Когда я вижу эту машину в болоте Вижу реально такое время На Мичигане На Бак Ривера Их было два штуки в болоте Один, который на халяву дают И один фермерский На Теннессе Еще один в болоте Но это я, конечно, Вперед скачал И едно из конца Где еще? У нас понятия В Аляске Кодиаках Я не видел Хотя Мире в принципе Их быть не может На Луконе Кольском Тоже не было А тут вот, пожалуйста Опять Кодиак в болоте Ну, тут, в общем-то Очень такая Аляская грязь Я предлагаю Уходить в это место Чтобы было не так скучно Стать Субтитры создавал DimaTorzok 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 Собственно, Кодиаку я вытаскиваю сюда И разворачиваюсь Чтобы потянуть его уже за мордой Помимо привет тыщите вас совершенно не легко Субтитры создавал DimaTorzok Подружаем разговор Я выходил из этого Субтитры создавал DimaTorzok Да своего друга тем временем термотал на день поехали думаю нужно еще один кусок вырезать на ожидании было не таким долго я реально не помню зачем я здесь сделал полный видимо я запоминал код и говорил о друге собственно горякаться прямо за морду и едем дальше ничего сложного в этом нет, если у нас машина заводится а вот собственно и макс присоединился наконец-то и пока я буду тут заниматься разведкой и подобной ерундой хотя это конечно безусловно важно, он будет заниматься мостами помните в прошлой серии были мосты на один надо было две балки, на другой шесть собственно вот это все сделано максом, пока я буду тут ездить все эти задания на кучу грузов они явно рассчитаны на кооп, соответственно да, роворник подключился уже, собственно, в карту переговоры даже вы слушать не можете, потому что запись идет только звуков игры, соответственно да, оно в принципе и нет так вот здесь расположено в грузах но внутри поднимается и мы выезжаем в течение поднимается и тащим кодяка ну и видим, мы поднимаемся в веру, тощим кодяков с р movies с реверным ревным ревом и видим, мы поднимаемся в веру, тощим кодяков Да, получили заслуженную награду Идем дальше Четвертый каркас Трубы какие-то валяются Вроде как большие, но меньше, наверное, что Специально сюда заехал, чтобы каркас посветился и стал доступен к использованию Бумажная фабрика понятна До хрена всего надо А я решил попринимать все контракты, чтобы Максу было чем заняться Но ему и так есть, он может делать задачи по мостам, а не в контрактах Но я все-таки на всякий случай попринимаю все контракты А вот, собственно, опуск электростанции Одна из самых первоочайных задач, которые нужно было сделать Не так много всего на него надо Открываются два производственных участка Сложно объяснить, что сейчас происходит Возможно, я за кадром общаюсь с Максом Вон он в гараже Я, наверное, что-то ему показываю А тем временем переговоры закончены И поехали мы, в общем-то, дальше Пускай нас обратно в тоже болото И едем исследовать карту Мосты Каркасы Да, есть наставил ему задачку Можно как-то сделать запись не только звуков вырыва, но и переговора в дискорде, чтобы было понятно, что происходит Но пока так Поехали Наверное, с этим моментом это было время, надо будет повырезать И пока оставлю Субтитры ему Следующий sex Я поехал делать мосты И я поехал на лавку Мы едем, едем, едем В далекие края Следовать карту Ближе к переходу в реку Крымс Хотя в него не поеду Там еще вышка одна осталась И опять эта болота Крымс Ну, в общем-то, мы выехали из болота Ну, не сказать, что мы прям совсем выехали Тут, в общем-то, везде болот Впереди нас ожидает затопленная деревня И там дорога не сильно лучше Ну, это я уже ускорить не буду Посмотрите на разваленные декорации Эй, ребята, раздаводчики старались, доводяли каждую мелочь Каждый разваленный забор Еще я буду это ускорить Вот болоти там повторять не началось Здесь вам, пожалуйста Домики всякие Куча хлама Мячик И пусть я после 100 ураган Да, говорят, здесь был ураган Я не удивлен здесь, когда всегда какой-нибудь Катерин, не только таймур Просто так сам по себе таймур Да, направо или прямо Скорее всего, у меня размечено прямо Направо Ну, на рупой рачинаде Ох, может быть Венития Едем, сказать мне нечего Суждать красотные волна Эстетика ебене и вот это вот все Это уже мой разговор У меня кончился видеофайл В этом моей сумме есть Я нажал на паузу, но в целом Я не буду останавливать эту серию Далее хоть пока мы не выедем До какой-нибудь разумной точки Скорее всего, до нахождения пассивика Кто-нибудь хоть на этой карте Едем, едем Топильная ферма Очки такие же, как в Микюгане Совершенно странно, что эта штука устояла Ну, здесь прям какой-нибудь болотоход нужен В принципе, эта машина годится в этих целях Но... Сегодня неприятно ехать Возьмем потихонечку Тут справа какая-то цитача Можно ее взять Почему бы и не взять Вот это куски деревьев Это, видимо, какая-то даже не деревня была Прям чуть ли не город Такая аллея, я такие у нас в городе Ну, типа высказанная высадка, да? Есть такое бывает в реальности Спасибо, сделано Ну, идея хорошая Сейчас, понятно, это дерево стоит голову Но в целом, идея, да Здесь где-то деревьев Жаль, скрючок не сделал Я выезжаю из этих деревьев Было красиво Это деревьев Хороший Это деревьев Сейчас Я выжил Компьютив Я выжил Это деревьев Компьютив Возьмем подраждая утраченное и в этом потеряли здоровый контейнер причем хорошо так потеряли где находится фирма и где находится контейнер вы посмотрите расстояние приличное еще и на платформе надо повреждать кран а контейнер вон аж где валяется даже из дорожных путев я потом туда отравлю танцитир пока макс едет от железного каркаса с пелками немного странно что есть каркас ближе он непонятно откуда едет но главное что масты будут зато и сделаны за что ему большое спасибо поехали дальше и отечественников такая здоровая сарайна с американской формы напоминает его в стране что он такой был амбар тоже ну да такой отбирков не извините нифига не туалет не амбар амбар но вот 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 я и я и и и с Снедертная машина Снедертная трактура Ту б��жа Нашёл вторую заправку Можно на ней заправиться По-моему это на этой карте вообще три На тусковую надо забираться по левой дороге Но в этот момент мне показалось, что лучше по правой Я же не знал, какая куда ведет И то я поехал не туда Ну, досмотрите и все увидите Вроде бы дорога поднимается в гору, но при этом На шоссе обнаружен завал Который никак не убрать Я не вижу у него никакого, ни задания, ничего Ничего, они сразу же бы дали на него задание А там на шоссе он еще и еще завал Непонятно, я тут листого контракта в поисках найти С целью найти, да? Контракт на уборку этой херни Но это здесь пока только бревна, кстати, решила активировать, мало ли что Попадутся бежать Не упасть бы Ну вот да, очень опасно Продолжение следует... Едем? Летим Кошка оказалась на той горе На том берегу Все-таки надо было поехать налево Ну, в принципе, мне большого труда не составить Попадутся в ту реку А там и пыль Ладно, как разбираться на гору Я потом пойму Очень мелко Черный каркас Ну, в общем-то, уйдет на бок Ведь не хочется эвакуировать, если слишком далеко отвержать, слишком близко к точке разведки Поэтому Пока машина полежит здесь Собственно, я пересел в другую машину Это швырель-кодиакстопная цистерная Для того, чтобы заправить иннистратор И накрафтить каких-то грузов Возможно, там есть даже балки А может быть, их там нет По-моему, нет, но машину все равно следует там оставить Всякий случай Вот такие дела И мы едем Макс построил мост Один из двух Нужен еще мост С шестью балками Надо посетить три каркаса Мы вроде неплохо ехали Но мы доехали до того же основного места И тут вообще ничего не едет На крупных машинах, конечно, можно проехать Но у кодиака Даже в полном тюнинге 43-я резина Поэтому Ну, здесь, да А когда стол проехать, он должен зацепить месяц И так как смотрит order Макс вторая А когда на стол проехать, он должен зацепить месяц Ух, так как нужно зацепить месяц Макс вторая Требота И там Ух, так как работы Продолжение следует Продолжение следует Упавшись до вечера, перевернув машину, я отходил от компьютера. В это время Макс выполнял задачу. Сейчас мы построим мусс, 6 балок, за что я вам большое спасибо. После этого он покинул колоб и дальше я продолжал один. На этом, в принципе, наша серия закончена. Увидимся в следующем. Всем пока, всем удачи.